Ума-палата. Не зарплата, но дивиденды принесёт. Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире дискуссионная передача «Ума-палата» и я, её ведущий, Владимир Сизов. Это передача для тех, кто задаёт вопросы и ищет ответы. Программа создана при участии Вятского интеллектуального клуба, неформального сообщества думающей интеллигенции нашего города. Название сегодняшней передачи «Миллениалы. Кто они?» И она посвящена поколению тех, кто родился в 80-90-х годах XX века. Вот мои дети – миллениалы. Дочь родилась в 89-м, сын в 93-м. Значительная часть студентов, которые учились в Вятском социально-клиническом институте, где я работаю, тоже миллениалы. Поэтому я считаю, что знаю это поколение. В России миллениалы формировались как личности вперёд мощнейших социально-политических изменений, связанных с крушением советского государства и коммунистической идеологии. Они думают иначе, чем моё поколение. У них иные ценности и жизненные цели. И это те люди, которые скоро будут определять политику и направление развития нашей страны. Миллениалы уже меняют руководителей предприятий и организаций на своих постах. Пройдёт несколько лет, и именно они будут управлять страной. И сегодня я беседую с двумя представителями этого поколения. Марина Свечникова, частный предприниматель, владелец кофейни, кофе и книги. Добрый день, дорогие слушатели. И Антон Якимов, мастер на все руки, инженер, хорошо известен кировчанам как фотомодель. Здравствуйте. И у меня вопрос к вам обоим. Вы родились в другое время, не в то, которое родился я. Антон на 20 лет, Марина почти на 30 лет моложе меня. Мы с вами представители разных поколений. Но я уверен, что когда-нибудь вы сравнивали себя со своими родителями. И, наверное, ощущали различия между ними и собой. Вот в чём по-вашему разница между нашими поколениями? Чем мы отличаемся друг от друга? Давайте мы девушке предоставим первой ответить. Для начала, я думаю, что стоит отметить, конечно, дата рождения не во всём тебя определяет, что всё-таки есть паттерны, которые закладываются тебе семьёй, школой и другими культурными институтами. Но если говорить об отличиях, то вот именно взросление, в частности моё, происходило в эпоху становления интернета в России. То есть я уже получала информацию из интернета, какие-то продукты, контент массовой культуры из интернета. То есть я вовлечена в эту коммуникацию. И у меня есть потребность быть вовлечённым в эту коммуникацию. В этом и отличие, я думаю, что от предыдущего поколения, которое росло, в частности, в Советском Союзе, и доступа к этой коммуникации, к этому контенту у них не было. То есть если даже сейчас у меня нет финансовой возможности путешествовать, то я могу это сделать по средствам интернета. Антон, согласны или у вас есть? Абсолютно полностью согласен. Потому что на сегодняшний день нашим родителям приходилось достичь какой-то информации. Это надо было сходить от банального, сходить в библиотеку, закончить несколько курсов института, чтобы чего-то добиться. Для нас же на сегодняшний день открыты все двери. То есть мы за один день можем получить информацию из любого источника, с любой точки страны, из любой точки мира, при этом не утруждаясь двумя кликами мышки, всё изучить и всё узнать. Нам не надо даже в библиотеку ходить за книжками. И по карьерным лестницам мы точно так же растём быстрее и стремительнее, потому что потребляем информацию в разы быстрее, чем наши родители. Родителям приходилось изучать, кроптить над знаниями, над книгами. У нас же это сейчас источники информации, которые основаны на видео, на аудио. То есть мы открываем видеоуроки и всё получаем информацию, которую нам нужно. Родителям, как правило, диктовалось условие, кем им быть, где им работать, где им учиться, что им есть, что им кушать, что им носить, что им донашивать. У нас же, в принципе, сейчас полностью открыты все двери для нас. То есть мы выбираем, где нам работать и хотим ли мы там работать, нравится нам или не нравится. Полностью можем погубиться в своё хобби, в свои интересы и изучать то, что именно нам интересно, а не то, что нужно, так скажем, и что обязательно. Спасибо. Марина, скажите, вот мама ругала вас за что-нибудь в детстве? Нет, да, мне приходилось сложно, если у меня бывали тройки. Да, меня ругали, но меня никогда не били за это. То есть у меня было полностью осознание того, что я должна учиться хорошо. И уроки, то есть меня не контролировали, я сама учила уроки. Понятно. А сейчас не ссоритесь с ней? Вы с ней дружите? С мамой, да. У нас с ней общее дело. Вот я поэтому и спрашиваю, потому что знаю, что вы совладелец кофейни, и вторая владелец – это ваша мама. Вы с ней, я так понимаю, открыли её на двоих. Да, мы вместе. Говорят, вот если не хочешь потерять друга, не открывай с ним совместный бизнес. Вот не знаю, кто как, а я в этом убедился в правильности этой пословицы. То есть было дело, когда мы на двоих с другом его пытались совершить. Ну, в общем, как бы, да, в итоге разошлись. А как вы умудряетесь уживаться в одном бизнесе с очень близким человеком, с которым вы, как говорите, дружны, но всё же этот человек из другого поколения? Я буду лукавить, если я буду говорить, что всё классно, всё гладко. Конечно, есть споры, потому что это бизнес, и есть подходы разные, то есть и финансовые вопросы, мы смотрим на них по-разному. Но если бы действительно семейный бизнес был бы невозможен, то не было бы французских булочных, кофейных и каких-то мастерских, которые существуют там столетиями. То есть сейчас мы возвращаемся к тому, что было, например, до революционной России. То есть семейные бизнесы, если посмотреть, в Кирове их достаточно много. Семейные пары открывают бизнес. Вот мама с дочерью открыли свой бизнес. Не боитесь, мама, это поссориться не бывает у вас по бизнесу, разногласия? Конечно, нет, мы это уже переживали. То есть мы это переживали, и здесь именно нужно абстрагироваться от эмоций и смотреть на табличку, как я говорю. Мы смотрим на табличку, смотрим... Может, серьёзных проблем не было? Ну, значит, хорошо, что обходит, и значит, мы эффективно работаем. Ну, я желаю вам успешного семейного бизнеса. Да, дай бог, конечно, да? Антон, вот слышали такое, что про ваше поколение говорят, что вот миллениалы, да, то есть или поколение игрок, что это нелупленное поколение. Есть такая фраза. Нелупленное поколение. Может быть, ну, как-то вы объясните, почему... Что вас нелупил? Почему так называют? Всё равно в детстве, ну, в разные семьи где-то папа мог ей приложить руку, да? Может, и не приложить, наверное, не из-за того, что в семье не лупили, да? А как-то это так в целом поколение не лупленное, то есть, я так понимаю, государством. И государством, да и родителям, потому что меняет своё мировоззрение, и с каждым поколением родители хотят всё лучше и лучше дать своим детям. То есть, на сегодняшний день к нашему поколению, если посмотреть, больше было кружков. Родители стараются вкладывать, в наше поколение старались вкладывать, в знания, в образование, то есть, дать детям то, что не было у них, то, чего не хватало нашим родителям. Когда они жили во время закрытости, когда железный занавес был, ничего не получали, все были серые, все были одинаковые, братья донашивались за сёстрами, сёстры да братьями, был всего дефицит, то наши же родители, когда уже стало полностью всё открыто, стал везде достаток, всё стало общедоступно, наши родители старались нам дать по максимуму, то есть, максимум информации. Наказания как такового не было смысла, то есть, моя мама, если брать пример мой, то я очень своей маме был благодарен за то, что она сразу же с детства мне прививала все мои решения, все мои поступки, они мои. То есть, я должен сам на себя брать ответственность, лупить меня за это, ну, из-под палки меня учить, никакого смысла в этом не было. То есть, если я не хотел, то я не хотел. То есть, всё наше поколение, в принципе, родители стараются сейчас всё-таки смотреть, чем ребёнок увлекается, чего он хочет, а не так, как надо было раньше ешь кашу, иначе эти там в штаны засуну, иди хоккеем занимайся, иди футболом занимайся, чтобы ты только дома не сидел. На сегодняшний же день и с нашим поколением родители всё-таки прислушиваются, чем занимаются дети, к чему стремится ребёнок, ходят в один кружок, в другой кружок. То есть, опять же, очень стало много доступных, развлекательных для детей, то есть, чем ребёнку заниматься. Это плаванием, конкобежкой, ходьбой, рисованием, ютубом занимайся всем, чем хочешь. То есть, доступность стала. Поэтому слупить и из-под палки наше поколение воспитывать уже стало, по-моему, бессмысленно абсолютно. Ну, я думаю, что это всё-таки не из семьи идёт, не лупленное поколение. Можно я вот здесь добавлю, что, мне кажется, дело не сколько вот именно в насилии, а именно в дисциплине. То есть, если смотреть на риторику советских школ, то здесь была даже вот форма все одинаковая, девочки с косичками, мальчики, короткая стрижка, обязательно платок. Вот были случаи, что там не пускали без платка в школу и так далее. В моё школьное время у нас не было формы, мы могли самовыражаться посредством моды, и сейчас старшее поколение это приводило в ужас, а для нас это был поиск себя. То есть, и в плане, скажем, уроков, в плане истории не было какой-то, наверное, политики в этом, и учителя, у них была возможность давать нам разную информацию и рассуждать вместе с нами. Я это бы ещё отметила, что в 2000-е, когда ещё не был определён курс, не переписаны ещё все учебники, у нас была возможность рассуждать. А, сейчас нет. Я сейчас не знаю, не могу сказать. Но то, что я открываю учебники, и они другие, нежели были у меня в начальной школе или в старших классах. Я просто, у меня есть возможность доступа к этим учебникам. Ну, всё меняется, всё изменяется. Ну, а вообще, вот вы начали и продолжайте, потом мы к Антону перейдём. А вот, на ваш взгляд, не является ли проблемой отцов и детей, о которой мы, собственно, сейчас с вами и рассуждаем, надуманной? Можно ли противопоставлять одно поколение другому? Ведь мы, в общем-то, все люди, очень похожи друг на друга, одинаково чувствуем боль, радость, одинаково выражаем эмоции, переживания. Если бы поколение от поколения отличались, то, наверное, им нельзя было бы одинаково понять, допустим, Пушкина, Гоголя, Достоевского. А ведь нам всем они близки, и моему поколению, я думаю, и вашему поколению, эти классики, да? Поэтому корректно ли сравнивать вообще разное поколение? Может быть, это всё надумано? Я могу ответить. Ну, конечно, и Базаровы, и мальчики Банананы, они есть в любом поколении. И непонимание, и какие-то вопросы старшего поколения к более младшему, они всегда есть. Но, мне кажется, вот именно рассуждать, часто можно встретить некие обвинения в том, что молодое поколение более ленивое, инертное, более наглое даже. И мне кажется, вот именно говорить, что плохие и хорошие, это не совсем корректно, и полезнее будет рассуждать о том, что нового привносит каждое поколение. И тогда не будет вот этой надуманной проблемы в том, что различия между поколениями отцов, различия между отцами и детьми, они всегда будут в чём-то. Но общее в культурном коде у нас, разумеется, есть, потому что мы это всё-таки передаём. Ушкин есть в школьной литературе, и традиции в семье они передаются. Антон, что-то хотите добавить? Может быть, опять же, уточниться, если сравнивать поколения, если поколение миллениалов и иксов, мы ещё более-менее соприкасаемся информацией, но вот если немножко не по теме поколения зумеров взять, я бы тут вообще не согласился. То есть у них сейчас вообще, по-моему, интересы другие и герои. Но мы их сейчас не обсуждаем. Это тема отдельной передачи. Ну, опять же, на нашем поколении всё-таки у поколения икс были таковые герои, так или иначе. У нашего поколения, на мой взгляд, героев всё меньше и меньше становится как таковых. У нас уже нет каких-то приоритетов и целей именно построить дом, посадить дерево, вырастить сына. Мы инертны в плане того, что нам не обязательно покупать машину, не обязательно покупать квартиру. Мы можем её снимать, мы можем переезжать, менять место жительства. И на этом фоне, опять же, поколение ворчит, что поколение иксов нельзя так, надо вырастить дерево, надо родить трёх детей за себя, за брата и за соседа. Мы к этому не стремимся. У нас всё легко, свободно, мы можем передвигаться. И поэтому опять тут же сравнивать. Есть что сравнивать между поколениями. Ну, вы тут подметили интересную закономерность. У меня дети, несмотря на то, что они все владеют, имеют права, и муж, и дочери в том числе, они продали даже свои машины. И, в принципе, они в Москве живут. Они ездят или на метро, или такси, или, ну, каршеринг, правда, они не пользуются. Тем не менее, для меня машина, я просто не представляю себя без машины. А там вот для них как-то это легко, и нет никакой необходимости. И это меня удивляет. Я здесь с вами согласен полностью. Я бы добавила, что, на мой взгляд, это не инертность. Это смена интересов и приоритетов. Мне кажется, это сложно назвать. Уточнил. Это не смена, может быть, там, интересов, а это смена ценностей. Вот это мы сейчас говорим о ценностях. Хорошо. Согласитесь ли вы с тем, что в массовом сознании россиян уже сформировалась ценность личного успеха? При этом средства массовой информации трактуют успех личности односторонне, только как потребительский успех. Если ты можешь себе позволить многое купить, значит, ты успешный. Однако в продвижении такого понимания успеха заинтересованы-то, прежде всего, кто? Производители товаров и услуг. А как обстоят дела на самом деле? Вот что вы понимаете под успехом? Заработать несколько миллионов долларов или занять высокий пост в какой-нибудь госструктуре? А может быть, успех – это создать семью, родить детей? Вот что для вашего поколения? Ну, давайте так. Вы говорите за себя. Но все-таки вы представители поколения. Мы будем думать, что за своих, может быть, друзей, знакомых, кого вы знаете. Что такое успех? Марина, что вы думаете по этому? Хорошо. Понятно, что любой успех – это наличие какого-то результата или обретения статуса. Вы говорили про семью или должности. Это то, как принято в обществе. Если говорить с точки зрения общества, то меня сложно называть успешным человеком. То есть я не строю карьеру, я не замужем, у меня нет детей и нет жилья собственного. Но при этом, сделав шаг в пользу маленького бизнеса, я получила свободу выбора, то есть больше свободного времени, которое я могу потратить на себя, на заботу о пожилых родственниках. Могу активно участвовать в общественной жизни. То есть у меня стало больше времени. И у меня нет начальника, который будет определять мой уровень дохода. Сейчас я сама. То есть я как потопаю, так и полопаю. И это для меня свобода. И это для меня результат. То есть вот такой шаг, для кого-то это может покажется даже смелым шагом. Для меня я могу сказать, что это результат. А вы знаете, мы в свое время в УЗИ изучали труды Ленина. И вот у Ленина, который, Владимир Владимирович, есть такая очень известная фраза о том, что жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Что вы скажете на эту мысль? Есть миллениалы. Это они достаточно сосредоточены на себе. Это правда. Иначе бы не было всех понятий, осознанности. Не было бы такого внимания к психологическому здоровью, не к личностному росту, а к саморазвитию и так далее. Но при этом миллениалы понимают, что личное счастье невозможно без общественного. То есть если я достаточно сосредоточена на себе, это не значит, что мне наплевать, что происходит в обществе. И вот даже посмотреть на Киров, сколько организаций общественно важных, можно даже их назвать, Мой Киров, Вятка без мусора, Баркемп, кто организовывает, убежище вторсырья, защитники животных. Это всё миллениалы. То есть это люди, которые сначала за счёт своего свободного времени что-то организовали, и теперь это важные общественные проекты, в которые вовлечены большое количество людей. И они поднимают повестку. То есть заставляют какое-то количество людей задуматься о переработке мусора, о 30 скверах. То есть я правильно понимаю, что личная свобода не освобождает от гражданской ответственности? Нет, не освобождает. Но тогда... А есть вообще у свободы рамки? Тогда как понять? Ведь свобода, мы понимаем, это что ты имеешь право делать всё, что хочешь. А если ты что-то не имеешь права, да какая же это свобода? Это не свобода. Если не будет рамок, то есть если понимать так, что если у свободы нет рамок, это будет анархия, тогда... Ну, часто говорят, свобода – это не вседозволенность. Я с этим определением не прав. То есть это лукавое такое определение, потому что если нет вседозволенности, то это уже не свобода. Другой вопрос – что ты себе дозволяешь? Это, возможно, может быть слишком сложно, так сказать, вот такое философское рассуждение в эфире. Потому что, опять же, для каждого, учитывая, какие индивидуальные паттерны есть у человека, он будет определять для себя. Вот для меня это именно выбор. А я вам другое скажу. Вот вам не кажется, что желание свободы и независимости, от которой миллениалы... А я сейчас Антону, чтобы так мы позволим. Это лишь, ну, скажем так, неспособность наладить нормальную коммуникацию. Вот я хочу быть свободным, я не хочу зависеть от того, что мне там начальник заплатит, да, и так далее. Мы же просто коммуникацию не можем наладить как следует. Нет. Наше поколение сейчас как раз так и свободно в плане выбора, в плане мировоззрения. Нас, в принципе, никто не ограничивает. Как сказать... Явно нас никто не ограничивает. Естественно, мы же знаем, что... Но законы-то есть. Да, законы есть. Она не присматривает, большой брат за нами смотрит. Но миллениалы сейчас вполне могут добиться успеха и в один щелчок проснуться уже известным благодаря Ютубу, благодаря Инстаграму. Ты можешь выкинуть какое-то чудо-юдо, и наутро у тебя там миллионы просмотров, ты уже успешен так или иначе для миллионов жителей. Ага, сейчас мы вас на эту тему еще и едим. Ну, закончите фразу про успех, это интересно. Вот. И опять же, миллениалы сейчас мы можем себе позволить, если нам не нравится работа, если нам некомфортно, потому что мы стремимся по большей степени к миру с самим собой, к миру со своим телом, к миру со своим душой, чтобы нам было комфортно. Комфортно жить, работать, находиться. То есть мы стремимся к комфорту. И если нам работа эта не нравится, мы в плане вправе встать и уволиться. Нам никто ничего за это не сделает и не скажет. Мы вполне это легко решаем. Не в то время, как было у поколения Х. Надо работать, надо трудиться, надо выполнить план, надо прокормить семью, детей и жену, и бабушку, и дедушку. У нас же с этим все проще гораздо. Антон, вот я хотел вас про успех спросить еще. Вот вы работаете или хобби, я не знаю, у вас быть фото- и видеомоделью. Я вижу вас постоянно на билбордах, так сказать, в каких-то рекламных роликах. И я так подозреваю, что не только там по городам весом Кировской области, возможно, и за границами нашей области. Да, действительно есть такое. А еще хочется, вернее, спросить, ну и как вам вот живется с ощущением известности? Потому что вы сейчас как раз вот это так задели. Может быть, для вас известность – это и есть успех? Кстати, автограф еще не просят на улицах. Здороваются часто люди, не осознавая, что… Точнее, как они предполагают, что мы знакомы, но по факту мы не знакомы. Человек подходит и здоровается, предполагая, что он меня знает. А по факту просто мое лицо ему примелькалось, и он не может вспомнить, откуда он меня знает. Но поздороваться как бы этикет должен. Так вот, все-таки известность – это и есть успех для вас? Для меня реклама, съемки, модель – нет. Это для меня хобби как таковое. Доставляет удовольствие. На съемках, на видеорекламе мне нравится быть самим, самим собой. Мне на фотосъемках, мне нравится, естественно, выглядеть. То, что… Как я себя представляю, как я себя веду. Операторам это очень нравится. Я не ставлю фото-видеосъемку, рекламу как успех. Для меня это просто хобби, я получаю от этого удовольствие. Конечно же, я не могу не отрицать, что тешит мое эго, что кто-то там в сториз добавляет ссылка на меня. Конечно же, тешит, когда я по телевизору себя вижу. Это, конечно, приятно. То есть, то, что какая-то есть такая отдушина, так скажем. Но для меня это хобби, не более того. Мне это нравится. А деньги-то за это получаете? Вот почему-то все предполагают, что это если ты модель… Я не знаю, я просто спрашиваю. Это да, это большое заблуждение, что если ты модель, ты на билбордах, ты там известная личность, то деньги мешками, ездишь только на иномарках и живешь в пентхаусах. Нет, рекламный бизнес, он не настолько высокооплачиваемый, как это кажется. По факту это не заработок на моем, опять же, уровне. То есть, есть, конечно же, известные фото-видеомодели, которые хорошие гонорары получают за свою работу. Но я пока к этому только стремлюсь и никак этого не отрицаю. Приду к этому. Мы обратились к Марине. Вот, Марина, вы сказали, что вы пока не замужем. Вот правда ли, что миллениалы вообще не спешат обзавестись семьей? Вот в вопросах создания семьи как бы более прагматичны, чем были мы. Для вас любовь – это еще не повод бежать в ЗАГС. Перед многими миллениалами семейный опыт родителей, которые, к сожалению, развелись. А наступать на те же самые грабли не хочется. Может быть, поэтому вы предпочитаете там долгие добрачные отношения, отношения и жизнь в гражданском браке, поспешным решением. Вот это так? Это ваш случай или нет? Да, это мой случай. И со мной, думаю, солидарны многие миллениалы. Перед нами есть статистика. Вот в 2020 году опубликовал Росстат. На 100 заключенных браков, 65, они заканчиваются разводом. И в 2021 году на 4,5 раза выросло количество разводов. Видимо, не все под совместной крышей пережили. Действительно, многие сомневаются в институте брака и боятся связывать себя с узами. И есть еще одна позиция — это подойти к этому более осознанно. У нас же нет... У нас вот есть материнский капитал, да? У нас поощряет материнство финансовое государство, но нет института семьи. То есть у нас не учат быть родителями. Нам передают что-то наши мамы, бабушки, но всегда ли это правильно? И мое поколение, миллениалы, мы задумываемся об этом и хотим научиться быть хорошими родителями, прежде ими стать. Спасибо за ответ. Сейчас мы уйдем на короткую рекламу, после чего продолжим наш разговор. Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире дискуссионная передача «Ума. Палата». Я ее ведущий Владимир Сизов. Тема сегодняшней передачи «Миллениалы. Кто они?» Мои собеседники. Марина Свечникова, частный предприниматель, владелец кофейни, кофе и книги. И Антон Якимов, инженер, хобби которого является, как он сам сказал, фотомодель и видеомодель. Мы продолжаем наше обсуждение миллениалов. И вот вопрос для Марины. Вы молодая современная девушка, свободная, независимая. Современные девушки вообще производят на меня впечатление очень уверенных в себе, решительных и независимых. Пожалуй, ваше поколение первое в России, которое имеет не юридическое, а фактическое полное равноправие с мужчинами. Но в таком случае ощущаете ли вы себя слабым полом? В прошлом физиологическая слабость женщин, ведь это была одна из причин их неравноправного положения с мужчинами. А для мужчин это возможность быть рыцарями и джентльменами. Но если женщины потеряли статус слабой половины человечества, то следует ли им ожидать от мужчин особого рыцарского отношения к себе? Вот что вы думаете по этому поводу? Во-первых, я скажу, что женщины, особенно в частности в нашей стране, слабым полом никогда и не были. Сколько было домашней работы на плечах женщин и воспитания детей. В советское время еще и добавились рабочие смены. Но при этом, опять же, домашняя работа вся и воспитание детей в большей степени была на женщинах. Миллениалы как раз-таки поднимают эти темы о том, что разделение домашней работы. И если ты работаешь 8 часов, я работаю 8 часов, давай то, что по дому, мы разделим. И если, например, отец занимается воспитанием ребенка, это не ой какой ты молодец, а это нормально, мы завели ребенка вместе. А вы поняли мой вопрос, да? Да, я поняла. Вот женщины боролись за равноправие, они его получили. Но должен ли в этой ситуации мужчина быть рыцарем каким-то и так далее? Потому что вот когда говорят женщины, давайте равноправие, а вообще равноправие, смотрите, мужчины служат в армии, мужчины позже выходят на пенсию. Я сходу не скажу, но очень много разных вопросов, где ни о каком равноправии, в общем-то, речи не идет. Ну и профессии у нас по-прежнему разделены, то есть в каких-то профессиях женщины не могут быть. Мне кажется, уже нет таких профессий. Космонавты, вот женщины летают в космос. Связанные с тяжелой промышленностью. Дорожные строители. Да, да, женщина не может. Значит, я в свое время, в бытной своей работе в строитрядах, вот именно женщины работали на самых тяжелых работах по ремонту вот этих железнодорожных путей. У меня фотографии есть, могу доказать вам это. Ну, хорошо, не будем спорить, говорить это, сказать, если есть что сказать еще. Или Антон что-то добавит. На сегодняшний день женщины все больше и больше, конечно же, стараются перетягивать одеяло на себя. Как сейчас многие женщины говорят, если собираешься завести с детьми, то надо быть уверенной, что ты сможешь воспитать этих детей сама одна и без мужчины. То есть больше и больше женщин стараются от мужчин отказываться. Но, на мой взгляд, на сегодняшний день все равно мужчина должен быть в доме, но, опять же, мужчина должен быть в доме, а не подобие мужчин. Я вас не спросил, вы женат их? Нет, я не женат. Так, понятно. Я свободен. Ну, вот, это вот мнение о том, что миллениалы не спешат, вот оно на вас как раз подтверждается. Давайте вот такой вопрос, может быть, немножко неожиданный для вас будет. Вот я недавно послушал Моргенштейна. Не уверен, что правильно говорю его фамилию или имя. Псевдоним, скорее всего. Вот ему 23 года, значит, он еще успевает в последний вагон к поколению миллениалов. Все о нем говорят, какой он крутой, его ролики там миллионы просмотров набирают, но я решил послушать. Включил какую-то песню, а там мат-перемат, но ведь люди слушают его, им нравится его творчество. Основно-то молодому поколению, конечно. Вот мое поколение относилось к мату как к запрещенному усилителю эмоции. Парни в присутствии девчонок старались не произносить бранных слов, а сегодня я вижу, что и парни, и девушки, в общем-то, в свободном материале и в компаниях, и в соцсетях. Я, честно, не понимаю, чем мат является для вашего поколения. Если он стал нормой разговорного языка, то тогда, а что под запретом? Это, опять же, к сожалению, мне кажется, момент воспитания. Нас учили, что говорить плохие слова – это нехорошо. Нынешнее же поколение, как такого, никто их не ограничивает. Они вправе самовыражаться, как они захотят сейчас. Если нам в школе, в садике мы могли сматериться неосознанно, потому что папа так говорил, где-то там с мужиками это разговаривал об этом, нам об этом говорили а-та-та-я-яй-яй. Сейчас же, в принципе, и учитель боится что-либо сказать ребёнку, дабы ему не перечить, и, в принципе, если раньше на улице ребёнок что-то там ругался, матерился, к нему кто-то из старшего поколения подходил и говорил, что ты делаешь неправильно, ты делаешь нехорошо, так нельзя. Сейчас же к ребёнку-то и боишься подойти к чужому. Я обратил внимание, Маргинштейн поёт песни, но он не единственный, если брать наше поколение, или старший поколение, Высоцкий, первые песни были матерные, Резюмбаум были, первые песни матерные. То есть, может быть, это желание получить как бы такую популярность быструю? Популярность, да, потому что есть такое же название, как аббревиатура «хайп», то есть то, что негатив рождает известность. Чем хуже и абсурднее твой поступок, тем более известен и больше просмотров ты наберёшь. Ютуб и Инстаграм диктует, кто у нас тут известный, проснётся на следующее утро. Анти-хайп рождает известность просто-напросто. У вас есть какое-то мнение на эту тему? Я думаю, что, в частности, использование мата в интернете у зумеров или миллениалов есть площадка, где они могут выкладывать свой контент без цензуры. Когда вот мы получаем доступ к чему-то, да, и мы хотим как можно больше, то есть у них ещё нет вот этого осознанности. Если смотреть, скажем, блогеров, которые начинали там 5 лет назад, 10, они, да, использовали мат, сейчас они уже более, они сами выросли, у них более зрелая аудитория, если можно так её называть. И они мата используют меньше. Это даже не просто хайп, а просто вот я могу материться, почему я не могу материться. Вот эта дозволенность на площадке, так авторы себя выражают. Последний вопрос, ну, по одной минутке на нём. Скажите, вот у вас есть цель в жизни? Лично у вас, и будем проецировать это на всё поколение миллениалов. Как вы её определяете и как решили, что это и есть цель вашей жизни? Цель жизни на сегодняшний день, как и в начале эфира говорил, скорее всего, это достичь равновесия, комфортной жизни, комфортного существования и заниматься тем, что ты хочешь. Читать, что ты хочешь, работать там, где ты хочешь и находиться в тех условиях, в которых тебе комфортно находиться. Вот это, наверное, сейчас есть цель жизни как таковая. Ну, естественно, целью жизни остаётся здоровье, благополучие и финансовый успех. Понимаете, цель, она как-то короче выражается, может быть, одной, то и это, и это, и пятое, и десятое. Если основная цель, это комфорт. В общем, эпикуризм такой. Эпикура слышали, да, про эпикура? Хорошо, Марина? Моя цель тоже вполне понятная. Мне хочется достичь процветания кофейни, увеличения прибыли, дальше продолжать общественную работу. А на когда процветать-то начнёт? Нет, я имею в виду, что сейчас же всё равно пока что нет равновесия, мы ещё не победили коронавирус, и всё равно предприниматели живут. Да вы не беспокойтесь, когда мы победим, начнётся новая болезнь какая-нибудь, найдётся. Деньги-то надо отмывать, поэтому не надо думать, что это когда-нибудь кончится. Хорошо, я, к сожалению, вынужден, так сказать, заканчивать. Я подведу итог нашему разговору. По моим наблюдениям, миллениалы, во всяком случае, которые сидят здесь, в студии, вполне нормальные ребята, со своими радостями, слабостями, иллюзиями и талантами, которые идут на смену моему поколению X, они, конечно, отличаются от нас. Например, у них есть большая уверенность в себе, в своих силах, которая граничит где-то с самоуверенностью, я бы сказал. У них нет чинопочитания, и слава богу, и они не ассоциируют успешность с карьерой, с достижением высоких постов и званий. Во всяком случае, не так жёстко, как поколения, которые шли до них. Важным представляется свобода, независимость, популярность в соцсетях и знание модных трендов. Для миллениала прямолинейность и искренность выражения своего отношения к человеку гораздо важнее обрастание полезными связями. Поэтому там, где умудрённый опытом представитель моего поколения X прогнётся, миллениал в своём неприятии неприглянувшегося человека останется, скорее всего, твёрдый, как ремень. Миллениалы способны много и напряжённо работать, однако не во благо общего дела, как я понял, коллектива или фирмы, а для достижения личных целей, личного комфорта какого-то, достаточно сильный мотив для этого – профессиональное совершенствование и высокое материальное вознаграждение. Хотя и общественное благо для них является достаточно значимым, как я услышал от Марины. Очень надеюсь, что качества, присущие поколению миллениалов, помогут им прожить жизнь счастливо. Миллениалам надо торопиться занять своё место в жизни, ведь на пятке вам уже наступает новое поколение, о котором я сегодня тоже упомянула, из поколения Зет или поколения сентиньалов, тех, кто родился уже в 21 веке. На этом наша передача заканчивается. До новых встреч! Ума Балата